Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзияев провел совещание по вопросам организации практической реализации договоренности и подписанных соглашений в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты, состоявшегося на прошлой неделе. Как сообщалось ранее, глава нашего государства провел в городах Абудаби и Дубай продуктивные встречи и переговоры с наследным принцем Эмирата Абудаби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль-Нахаяном, вице-президентом, премьер-министром страны и миром Дубая шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль-Мактумом, членами правительства и руководителями ряда ведущих компаний этой страны. По итогам двухсторонних мероприятий были приняты совместные заявления и ряд важных соглашений, в том числе по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ на сумму более 10 миллиардов долларов. Договоренности охватывают такие приоритетные сферы и направления взаимодействия, как инновации, нефтегазовую отрасль, традиционная альтернативная энергетика, развитие современной инфраструктуры, транспорт и логистика, сельское хозяйство, туризм, образование и многие другие. Следует особо отметить, что в ходе визита высшее руководство Эмиратов неоднократно отмечало и выразило полную поддержку осуществляемым в республике коренным реформам и преобразованием. Свидетельством растущего доверия к нашей стране является усиливающийся интерес эмиратских бизнес-кругов к Узбекистану. Президент Шавкат Мирзиоев подчеркнул необходимость своевременного и безусловного исполнения принятых решений и документов, а также указал на важность незамедлительного начала реализации принятой дорожной карты на основе внедрения эффективных инструментов и механизмов их продвижения. В качестве приоритетных совместных проектов с ведущими компаниями и организациями Объединенных Арабских Эмиратов определены развитие сухопутного порта и свободной экономической зоны Наваи, увеличение добычи углеводородов в нашей стране с последующей их глубокой переработкой, модернизацией, расширением Талемарджанска и других действующих теплоэлектростанций, строительство ветровых и солнечных электростанций, завода по производству аммиака и карбамида в Садалинской области и другие. Кроме того, рассмотрены вопросы практической реализации совместных проектов по созданию агропромышленных кластеров и наращиванию экспортного потенциала сельского хозяйства страны, развитию деловой и туристической коммунальной инфраструктуры в Самарканде, поддержке бизнес-инициатив, в том числе за счет привлечения средств, учреждаемые с участием Абудабийского фонда развития инвестиционной компании с уставным фондом в размере 1 миллиарда долларов. Отдельно внимание уделено углублению партнерства в области подготовки высококвалифицированных специалистов, многоплановому сотрудничеству с компанией Маздар и университетом Аль-Халифа. Министерство инвестиций и внешней торговли откроет свое представительство в Объединенных Арабских Эмиратах в целях координации, проводимой в этом направлении работы и поддержки проектов. Главой нашего государства даны конкретные поручения по своевременному выполнению мероприятий дорожной карты. Перед правительством страны, руководителями министерств, ведомств и отраслевых компаний республики поставлена задача в самые ближайшие сроки утвердить сетевые графики и приступить к практической реализации проектов, внедрить эффективные механизмы безусловного исполнения узбекско-эмиратских договоренностей на высшем уровне.